Добрый день, дорогие друзья! С вами ваша Виктория. Это парфюмерный канал Видаконфлай, где мы с вами преимущественно разговариваем о совершенно различной парфюмерии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы всегда в первую очередь будете узнавать о всех новостях, там и распаковочки, какие-то мои находки, любимчики в косметике, в уходе, рецептики. В общем, все, что интересно мне, я там выкладываю, у меня там очень теплое, уютное, близкое общение. Приглашаю всех и буду рада каждому новому подписчику. Друзья, сегодня с вами будем обсуждать горячую новинку Faberlic, но прежде я просто обязана рассказать свою точку зрения, чтобы не было потом никаких домыслов, лишних непонятных, стравых комментариев. Итак, во-первых, друзья, это не реклама, меня никто не заставляет делать этот обзор. Я сегодня снимаю видео, потому что мне просто самой, моей парфюмерной душе так хочется. Я хочу с вами делиться, я хочу с вами общаться, разговаривать. То есть это просто мое субъективное мнение. Вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, решать только вам. Следующий момент. Принято в парфюмерном сообществе ругать Faberlic. Многие говорят, что ой, какие ужасные ароматы, так они быстро портятся. У меня такое ощущение, что кто-то просто один раз сказал, кто-то кого-то услышал, кто-то за кем-то повторил, и этот сломанный телефон до сих пор играет. Я человек, который пользуется ароматами Faberlic последние, наверное, лет 5-7. В моей коллекции есть практически все ароматы, представленные в каталоге, и за все время пользования у меня испортился только лишь один аромат, и это розовая версия Юдашкин Роуз. По-моему, так и называется. Ставлю здесь картиночку. Как он начал портиться? Там начались какие-то горьковатые ноты на старте, верха полетели, и я изначально этот аромат не полюбила. Он слишком водный, слишком какой-то озоновый, летящий, какая-то там как будто бы лилия есть. В общем, аромат изначально был немой, но он как бы и испортился. И еще раз повторюсь, единственный аромат из всей коллекции Faberlic. Но у меня вся коллекция всегда хранилась, хранится и будет оберегаться в моем парфюмерном шкафу. Это прохладное, темное место. Никогда ароматы у меня не стоят на солнечных лучах. В общем, друзья, я просто обязана была вам об этом сказать, потому что даже была одна женщина, по-моему, из Израиля, которая под каждым моим видео Faberlic писала, что это видео куплено, спонсировано, да как вам не стыдно. Говори хорошие слова про Faberlic. Нет, я буду говорить хорошие слова про Faberlic, потому что некоторые ароматы действительно этого достойны. По-моему, последний аромат, на который я снимала отдельный обзор, это был Шанти. Такой красивой малахитовой крышечкой. Я до сих пор его люблю. Это аромат спа-салона, аромат отдыха, уюта. Это какой-то такой личный дзен, очень хороший, приятный, нежный, белоцветочный аромат, зеленый. Вот прям замечательный. До сих пор им пользуюсь, особенно после душа. Мне он нравится. Ну, а теперь, друзья, давайте, конечно, и поговорим о новинке, которая называется Arvanta. Очень красивая зеленая коробочка с золотым орнаментом. Мне сейчас безумно нравится зеленый цвет. Я думаю, что вы уже заметили. У меня сегодня даже зеленые стрелки. Не знаю, видите вы или нет. Кстати, подводка тоже Faberlic. Ну, а теперь я покажу вам поближе очень симпатичный, лаконичный флакон. Расскажите, друзья, парфюмерные любители, что он вам напоминает? Кого он вам напоминает? Вот такая башенка, симпатичная крышечка пластиковая. Очень хорошо держится. Здесь такая золотая вставочка. Так, так, так. Друзья, пишите в комментариях. На какой флакон? Похоже, это симпатичная зеленая пирамидка. Ну, конечно же, на нашу любимую с вами Марусь от Славы Зайца. Я даже помню, что у Славы Зайцева есть аромат в таком красивом зеленом флаконе. И, по-моему, он называется Никита. Так вот они просто как братья-близнецы с Арвантой. Давайте сравним Арванта и Марусечка. Вот так. Очень похоже. Но я, честно говоря, не думаю, что создатели флакона вдохновлялись Марусей. Но они очень похожи. Посмотрите, да, как мама с дочкой. Но звучание даже сравнивать не будем. Они совершенно разные. На сайте фрагантика, так как это новинка, пока что нет никакой информации. Поэтому сегодня буду вам зачитывать пирамиду с официального сайта Фаберлик. Итак, на данный момент, когда я снимаю видео, можно приобрести отливантик за 40 рублей. Тоже очень даже неплохо для знакомства. Итак, очень красивая, прикольная презентация, продуманная. В древние времена миром правили храбрые, прославленные амазонки, которые не знали поражений. Легенды гласят, что мужчины сдавались без боя, завороженные их чарующей красотой. Азарт и бесстрашие делали воительниц еще могущественнее, а гармония женственности и свободы стала основой их величия. Эта сила живет в каждой из нас. Да, девочки, в каждой из нас живет амазонка. Итак, самое интересное, это для нас с вами альфакторная пирамида, как величественно звучит. Итак, это верха мандарин, бергамот, клубника, сердце это фиалка, жасмин, киви и база это дубовый мох, серая амбра и мускус. Друзья, когда я получила дан аромат, я сразу подумала, здесь намешано все самое знаменитое, все самое люксовое, вот просто какой-то коктейль из люксовых ароматов в одном флаконе. Потом он у меня постоял, сначала, кстати, он мне совершенно не понравился, потом он у меня постоял, успокоился, молекулы пришли в норму, и сейчас он стал звучать очень даже хорошо. Хорошо, сразу скажу, аромат мне вот сейчас нравится, когда вы его получите, дайте обязательно ему постоять в прохладном, темном месте, желательно прямо в коробочке. Итак, друзья, что я слышу? Я слышу здесь сладкую клубнику или землянику, какие-то такие абстрактные яблоки, огромное количество зелени, зелень такая свежая и какая-то немножко грековато-терпкая. Всевозможная зелень. Я здесь слышу сладкие цитрусы, а именно это дает нам с вами мандарин, даже скорее всего не мандарин, а вот именно его кожура. Фиалка жасмин киви. Белые цветы абстрактные, жасмин никакой не слышу, небольшая припудренность, киви не слышу, это не кисленький аромат, это просто такая зеленая какая-то приятная свежесть. И в базе огромное количество, просто охапка дубового мха, много-много мха, серая амбра, мускус, да, серая амбра очень похожа на аромат от Ajmal Rain Drops, вот там очень похожая серая амбра в базе. Друзья, я пришла к выводу, что по моему личному субъективному мнению, создатели аромата вдохновлялись великой и ужасной Baccaro Rouge 540. Но, если вы не любите Baccaro, не пугайтесь, я тоже не очень сильно люблю, точнее я ее уважаю, но вот эти вот йодистые, медикаментозные, зубодробительные ноты меня отталкивают. В том аромате мне нравится сладость, вот эти вот петушки-леденцы, засахаренные на палочке, какая-то сахарная вата, вот те аспекты в Baccaro Rouge я люблю. И вот здесь это тоже присутствует. Действительно, никакой йодистости. Я бы даже сказала, из других нот я здесь слышу какую-то такую солоноватую сладость. Это сложно объяснить, но какая-то солоноватая, не карамельная, а просто сладость, тоже абстрактная. В целом аромат интересный. А между тем, если вы любите яркие, цветочные, узнаваемые, мшистые, зеленые ароматы, то вам сюда. Вот он такой, он очень необычный. Плюсы аромата. Он интересный, он красивый, он не похож ни на один аромат от Faberic, которые были ранее. Он, в принципе, только лишь в духе, он лишь с настроением Baccaro Rouge 540, но в целом я его воспринимаю как отдельный полноценный аромат. У него хорошо продуманная презентация, рекламная кампания, все хорошо. Аромат меняется, трансформируется. Он действительно играет. Я слышу в нем разные ноты, какие-то, которые представлены в пирамиде, какие-то параллельные другие ноточки я здесь слышу. Мне нравится, как он оформлен. Да, он похож на Marussio, но все-таки, опять же, давайте воспринимать его как полноценный аромат. Я пока что не знаю, сколько стоит целый флакон. Здесь у нас объем, кстати говоря, по-моему, да, это 50 миллилитров, и концентрация, это у нас, скорее всего, да, это парфюмерная вода. Да, согласна полностью, это именно парфюм. Это стойкий аромат. Я его от себя вчера слышала примерно 4-5 часов, однозначно. Шлейф здесь не длинный. Пускай он будет умеренный. Да, это самое четкое определение. Интересный. Давайте поговорим про минусы аромата. Какие минусы? Я немножечко не совсем согласна полностью с пирамидой, но я не могу сказать, что это какой-то минус. Кстати говоря, содержимое флакона очень хорошо перекликается с оформлением. Да, это такой мшистый, это зеленый, такой немножечко воинственный аромат. Мне нравится еще то в нем, что есть свой такой хороший, прямолинейный, немножечко такой мужской характер. Это действительно аромат с характером. Это не какие-то такие ванильно-цветочные облака. Это не супер какой-то уходовый аромат. Нет, это аромат с своим характером. Аромат понравится далеко не всем, поэтому я обязательно, настоятельно рекомендую вам, если вас он заинтересовал, приобрести себе пробничек на официальном сайте Фаберлик. Не берите полноразмерный флакон, потому что аромат далеко не для каждого носа. А теперь давайте быстренько пробежимся по пирамиде, представленной на официальном сайте, и что слышу я, и что не слышу. Итак, слышу однозначно сладковатые цитрусы, мандарин, кожурка апельсина, что-то вот такое. Бергамот, ну почти что, не слышу. Клубника, просто какая-то абстрактная ягодность, я бы сказала, сочная ягодность. Фиалка, да, такая небольшая припудренность в сердце. А жасмин, нет, просто такие яркие громогласные цветы. Киви не слышу, просто слышу приятную зелень, именно такая свежая зелень в сердце. Дубовый мох однозначно, да, дубовый мох вот здесь просто солирует в базе. Серый амбра и мускус однозначно, вот полностью с базы я здесь согласна. Слышу какую-то соль, не могу ее описать вам вот сейчас на камеру, но какая-то вот такая солноватая нотка, свежесть, яркие цветы. Это такие цветы, которые распустились уже давно-давно под палящим солнцем, и вот они такие припыленные, медовые. Да, кстати, скорее всего, еще какой-то мед я здесь слышу, такой сладковатый, как будто в этот мед посыпали гималайской солью. Вот что-то такое здесь есть в сердце. Много-много цитрусов, свежесть, сочность, травность, такая мшистая травность. Очень интересный аромат, слушайте, ну фуберлик, конечно, молодцы. Я думаю, что они постарались над созданием аромата, я думаю, что здесь и презентация очень хороша, и сам аромат необычный. Это выделяется из всего потока фуберлик, он необычный. Кстати говоря, срок годности аромата фуберлик, насколько я помню, 5 лет. Так вот, у меня они живут намного дольше, чем 5 лет. Да, срок годности парфюмерии 5 лет с даты изготовления, так что я не нахожусь на чьей-то стороне. Я делюсь своим опытом. У меня ароматы фуберлик при моих условиях хранения не портятся. Если такое происходит у вас, мне очень жаль. Конечно, значит, надо на производстве наладить этот момент. Это очень важно, чтобы ароматы стояли годами, потому что мы парфюмеры-любители, любим все пробовать, любим настаивать ароматы. Мы любим пользоваться ими время от времени, и аромат, конечно, не должен портиться, не должен выветриваться, и все с этим должно быть обязательно в порядке. Ну что, мои дорогие, настало время подводить итоги. Не сказала вам код. Это 3329. Я не продвигаю фуберлик, я не являюсь консультантом, который пытается что-то впарить. Да, я консультант, но заказываю чисто для себя какую-то продукцию на постоянной основе. Я ставлю огромную жирную пятерку, но без плюса. Пускай будет просто пятерка. У аромата есть свои нюансы. Ни в коем случае не покупайте его сразу в полноразмерном варианте. Возьмите. Отливайте, по-моему, уже третий раз об этом говорю, потому что я настаиваю, я настаиваю на этом, чтобы люди не тратили свои деньги зря, а чтобы они сначала знакомились с ароматом, ну а потом уже принимаю решение, нужен он вам или нет. С ароматом все-таки нужно пожить, потому что на каждой коже все ароматы ведут себя абсолютно по-разному. Поэтому принимайте свое решение, берите на себя ответственность и решайте, нужен вам он или нет. Я рада, что он у меня есть. Думаю, что если бы я познакомилась с пробником, то сразу бы заказала аромат арванта в свою коллекцию. Я очень надеюсь, что данный обзор принес пользу для любителей фаберлика, возможно, просто для тех, кто интересуется парфюмерией. Благодарю вас за поддержку, за вашу активность, за ваши лайки, комментарии. Спасибо большое вам за всем. Целую и отнимаю. С вами была ваша Виктория. До новых встреч. Пока-пока.